Эти глаза у вас замечательные. Спасибо вам большое. Не только пил, но и общался со зрителями, особенными детьми, воспитанниками детских домов, интернатов. Популярный певец Дима Билан приехал в Барнаул и бесплатно исполнил популярные хиты. Осторожно, невозможно, невозможно. Если ты с ума влюбиться, так неосторожно. Ты себя не отпускай, ни днем, ни ночью, круто. Львиную долю двухчасового выступления артист провел не на сцене, а в зрительном зале. Он двигается очень хорошо. У него такие телодвижения, как будто бы он на каком-то танцполе, на дискотеке. Настроение вообще отличное. Первый раз на таком концерте. Все здорово на высшем уровне. Очень много детей собралось. Атмосфера такая, как бы, очень радолюбная. Юные жители края несли певцу цветы, рисунки, сладости и дарили теплые объятья. Желаю вам респекта, уважения. Шоу со звездой эстрады прошло в честь юбилея пятилетия благотворительного проекта «Мехутка». Волонтерский проект, символом которого является большой улыбчивый медведь, исполняет мечты особенных детей, поддерживает дома престарелых, помогает тяжелобольным малышам. За пять лет существования проекта проделана огромная работа. Когда мы готовились и непосредственно разговаривали с организатором этого волонтерского проекта «Мехутка», мы говорим, нужны цифры рассказать. Они говорят, мы их не учитывали никогда, мы их нигде не записывали. Но это однозначно много. Вот так даже если прикинуть, то каждую неделю проект что-то делает в регионе, для больниц, для детских домов, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дима Билан уже принимал участие в проекте «Мехутка». В прошлом году встречался с подопечными волонтерского проекта. И в этот раз откликнулся и приехал к детям со своим мега-шоу. Перед каждым концертом, на гастролях, в турах, я общался с родителями. Перед концертом, подчеркну, приходили дети, приезжали на колясках, я со всеми общался, мы это снимали, мы разговаривали, мы смеялись, где-то даже грустили. И я раскачал, мне кажется, какую-то такую историю внутри себя, и остановиться не могу. Поэтому, если меня зовут, если я где-то нужен, я с большим удовольствием приезжаю. На благотворительном концерте побывали почти три тысячи человек. Зрители дарили артисту бесконечное количество цветов. Их было настолько много, что волонтерам пришлось помочь артисту унести их со сцены. Известно, что часть букетов после концерта передали в отделение палеотивной помощи. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.